Приехала машинка, вот она, счастливый хозяин, чуть-чуть ее побило еще в прошлом году, 14 мая, да? Я еще таких машинок не делал, но судя по тому, как ее побило, что, вот, судя по вмятинам, сейчас мы ее хотим вымыть, потому что она должна быть чистая, но по капоту вот видно, по крыше там кое-где. Судя по тому, что он такой, металл будет как бы не особо такой дружественный к работе. Это уздел, узбеки делают, вот, я еще таких машинок не ковал, так что это будет для меня первый раз, первый класс. Посмотрим, как она устроена, снимем разборку, сборку, потому что кому тут надо будет ее разбирать, собирать. А сейчас у нас погода вот такая, пытается прийти лето, два дня назад снег был, а сейчас вот все потаивает. И мы ее сейчас будем приводить в порядок. Ну что, огонь. Ну вот, наша машина превратилась в чистейший автомобиль. Осталось стоплеса вымыть, и будет все, красота. Вот, это хорошо. Тут кое-где прочерчим, трапины. Вот, я так понимаю, надо попытаться их полянуть. Кое-где тут битум на машине есть, тут скольчики. По идее, после Града, такие вещи. На жестком месте. Как сказал сам хозяин, у житины, тут считали, определяли сколько вы говорите? 600 мятин. Ну, будем верить этому, или не верить. Делать-то все равно надо. Там будет 600 или 700, уже как бы на такой цифре разница небольшая. Вот, ну, понятно, что скучновато придется. Это будет как диссертация по ремонту вмятин без покраски. Сделаешь, молодец, сделаешь-то, да? Двойка тебе, да? Вот так, примерно. Ладно, будем посмотреть. Ну, на капоте уже, конечно, мы видим тут вот такие вот блямбочки. Вот с него-то мы, наверное, и начнем пробовать, что это за металл. Ну, и, конечно, на стойках будет попробовать универсальным клеем. Как вот здесь по этим местам вмятины ходят, не уходят. Ну, для этого надо немножко, чтобы она высота, согрелась машинка. Ну, вот. И тогда можно будет работать клеем. Покрашена достаточно сухо машина. Вот. Шаг не такой сумасшедший. Нет, она такая плавная. Вот, везде. Вот. Как это, насколько видно. Вот, шагрень, конечно, и есть, ну, не такая прям сумасшедшая. Особенно вот по крыше, это видно, что она очень мягкая-мягкая. Вот, сейчас посмотрим, какая у нас толщина. Помелить не получилось у нас. Батарейки. Вон те. Космос тут какой-то стоял. Они, по идее, выдохлись. А эти вот тоже не воспламеняют. Вот. Ну, оставим мы его пока. Сейчас что, надо попробовать клеем по стойке. Вот, 17,5 где-то у нас есть. Сейчас чуть подогреется. К градусов до 18. В принципе, уже работать можно. Уже тепло. Поэтому, сейчас попробуем поклеиться по стойке. Потом глянем. Ну, тут понятно, да? На невооружённом глазом, так сказать, всё это. Опять же, сейчас лампу поставлю, и всё видно. Вот. Ну, уже повторяться не будем. Вмятин тут много, часто и густо. Вот. Особо в процессе работы всё это будет так. Вот. Даже есть место, я одно пока что нашёл. Вот она, вмятина. Вот она. И на краю неё даже вышибла краску. Вот так. Это как раз на излом пошло. Вот место интересно. Вот. Тут жёсткость, тут мягко. И краска лопнула. Всё. Начинаем с клеевой системы. Пистолет уже вот в режим почти вошёл. И посмотрим, как тебя поведёт. Вот. Поставили мы нюслью лампочку на самый супер минимум. Чтоб не заливало светом. И потихоньку пошли по ямкам. Сейчас попробуем вот эти ямки немножко привести в порядок. Вот так. Ну что, вот хозяин счастливый, улыбается уже. Немножко прорядилась у нас. Вот вмятины видны. Нету, 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 нету. И вот начались у нас дальше. Вот они. Ономально клеем работает. В принципе, всё хорошо. Единственное, надо будет, конечно, подполироваться. Потому что шуршит. Ну что, крышу пока не будем трогать. Сейчас попробовать крючочками поработать. Немножко мы сняли. Сняли мы здесь по пону спереди и сзади. Вот так у нас видно. Посмотрим. Крючками поддаётся, не поддаётся. Просто на открытых местах. Вот это как бы проба. Тест драйв или как хотите называть. Посмотрим, как себя ведёт металл. Ну что, попробовали мы здесь. Вот. Я даже полил чуть. Слышно, да? И здесь. Попробовали. В принципе, конечно, да. Скажу, что металл не прощает ошибок. Сразу появляют микронаколы. Ну я как бы к этому готов. Я просто говорю тем, кого это интересует. Вот. И теперь решил я попробовать на капоте. посмотреть. Но тут тоже как бы немало всего. Вот. В данном случае опять же пойдём по пути наименьшего сопротивления. Я хочу для себя понять, что из себя представляет металл и насколько он капризный. Чтобы потом уже, как говорится, иметь давление. Вот. Хочу попробовать. Ну что. Тест драйв, как говорится, небольшое сделало. Металл, конечно, тут такой капризнючий. Так просто он не сдастся. Вот. Любит уходить в склад. Вот. Посему. Я предвижу, что тут придётся поработать. Поработать в смысле помучиться. Вот. Я особо не снимаю. В общем, металльчик, который вращает на голову и прочего-прочего. Вот. Посему. Значит, будем думать. Скорее всего, наверное, попытаюсь всё-таки снять крышу, размяться на крыше. Вот. Слава Богу, тут ни люка никакого нет, ничего. Немножко подреть. А потом буду просто снимать капот передний, капот задний. Ставить на вот этот мой рабочий стол любимый. Вот. И на столе правильно. Потому что всё, конечно, под жёсткостями. Большинство зажато. Ну, и ему вот такая вот проблема. Ну, вот. Тест-драйв пинт. Теперь, как говорится, за работу того же.